Сгорел на работе, теперь это болезнь. Возможно ли ее вылечить? Сгорел на работе, теперь это болезнь. Возможно ли ее вылечить? 8 часов РИА Новости, Кирилл Калиников Девушка у фонтана в ЦПКИА РИА Новости, Кирилл Калиников Москва, 12 июня РИА Новости, Ирина Халецкая Апатия, нежелание вставать по утрам и ехать на работу Постоянная головная боль это не просто временная усталость, а синдром эмоционального выгорания, в конце мая официально включенный в международную классификацию болезней В зоне риска не только менеджеры, бизнесмены и офисные работники По статистике ВОЗ, выгорание хотя бы раз в жизни бывает у 25% людей Как это лечить и можно ли в подобном случае уйти на больничный, разбиралась РИА Новости Ночью утро душ работа Вот уже 7 лет у меня свой бизнес В мебельном салоне я тружусь по графику 24 семьи и вижу мужа только по вечерам Но последние полгода я безуспешно борюсь с бессонницей А каждый мой день напоминает предыдущий, как в фильме День сурка Утро душ кофе, такси работа, магазин дом, ужин, ночью утро душ работа Пользователь подняком Марфа Васильевна ведет блог в сети Пишет об эмоциональном выгорании, превратившем ее из сильной женщины в плаксивую неряху 25 мая, 20.33 В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью Марфа, реальное имя она попросила не раскрыть, а рассказала корреспонденту РИА Новости Что в какой-то момент во время ночных бденек бессонница присоединилась и беспокойство А потом и вовсе перешло из ночной жизни в дневную Я тревожилась по любому поводу Объединенные трудности в работе, с которыми прежде справлялась, казались мне непосильной задачей Это вызывало истерику Иногда доходило до тремора рук и повышения давления, делится подробностями собеседница Перманентная вялость и сонливость превращали каждый день в кошмар Любое движение давалось с большим трудом Не помог и недельный отпуск Марфа перестала получать удовольствие от привычных развлечений Бросила тренировки в спортзале Настроение приобрело нестабильность Вспышки гнева мучили не только ее, но и всех вокруг, включая мужа Наступило отчаяние Да что с тобой? Депрессия Возраст Заболевание Есть любимый человек, бизнес, квартира, машина и кот У многих и этого нет, почему ты не рада? Ты зажралась, что за апатия, лентяйка? Возьми себя в руки, воспроизводит девушка разговор с самой собой Вскоре Марфа заметила, что и в компании дела идут из рук вон плохо Пришлось закрыть два магазина из трех Впрочем, на это ей было плевать Но когда однажды она задумалась о суициде, сразу же побежала к психотерапевту Тот вынес вердикт Тот вынес вердикт И прописал антидепрессанты Однако после месячного курса бессонница вернулась как ни в чем не бывало Как-то муж, вернувшись с работы пораньше, застал меня в рабочем платье на кухне Я пила кофе и читала новости Спросил, что я ела, а я не могла вспомнить Тогда он выпалил Ты давно не пользуешься косметикой Ходишь с грязной головой, в мятой одежде Посмотри на свое платье На нем пятно Ты ничего не ешь, стала молчаливой Где моя жена? Куда ты ее дела? Моя жена красивая, веселая, нарядная, свежая Ты такой 12 лет была Что случилось? Пересказывает Марфу тот разговор И добавляет Тогда она не смогла ответить и просто расплакалась Через несколько часов, когда она успокоилась Муж задал вопрос А чем бы ты хотела заняться, если бы появилось много свободного времени? Марфа начала фантазировать Идей было достаточно, но мне мешает Моя работа И тут я поняла, что давно ненавижу свой бизнес Не хочу этим больше заниматься Была бы у меня канистра бензина и спичка Я бы сожгла все и плясала рядом Однако я боялась себе в этом признаться Поэтому на подсознательном уровне делала все Чтобы фирма сама закрылась Я полгода мучилась Не понимая, что просто выгорела на работе С изумлением осознала она Следующим утром Марфа подала документы на ликвидацию предприятия Уже через несколько недель они с мужем переехали в другой город О котором давно мечтали Пока она ищет вдохновение, чтобы заняться чем-то новым Живет на сбережения и пишет небольшие зарисовки о прошлой жизни А ее откровения нашли живой отклик у других пользователей Я не ожидала такого ажиотажа Писала перед сном И наутро было столько комментариев, что не успевала их даже читать Оказывается, таких выгоревших очень много Это уже не болезнь, а эпидемия, говорит блогер Она уверена, что в подобных ситуациях надо внимательно относиться К своему психическому здоровью и идти к врачу С этой болезнью не справиться одному Я сама думала, что сильная, что хондра пройдет Надо лишь чуть-чуть потерпеть Что это просто усталость Но нет Опустошение и ненужность О диагнозе синдром выгорания заговорили еще в 1974 году Американский специалист по психиатрии Герберт Фриденберг Заметил симптомы снижения увлеченности работой И истощения в психологическом плане у своих коллег Потом он проводил исследования среди работников крупной компании Они также жаловались на снижение активности и трудового рвения Что характерно, симптомы не исчезали после отдыха и сна Были тесно связаны именно с профессиональной занятостью К этому феномену он подобрал слово Burnout Выгорание Изначально психотерапевты пользовались этим термином Только когда речь шла о сотрудниках социальной сферы Однако позже выяснилось Что выгоранию подвержены и офисные работники Менеджеры, чиновники В 2012 году институт ГЛАПа опросил тысячу человек в 50 штатах США Оказалось, что их уровень вовлеченности в труд составил лишь 32% А по данным ВОЗ Четверть всех людей на Земле хотя бы раз испытывали выгорание от работы На официальном уровне это явление признали только в 2019 году Всемирная организация здравоохранения вписала эмоциональное выгорание в международную классификацию болезней МКБ-11, как синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте С которым не удается справиться Как теперь это лечить? Хотя выгорание официально признали заболеванием лишь сейчас Психологи занимались его лечением сравнительно давно Поэтому, по большому счету, в методике психоаналитиков ничего нового не появится Клинический психолог Александр Пятнецкий пояснил РИА новости Что схожие симптомы наблюдаются у пациентов с астеническим синдромом От греч Астена Бессилие Слабость Но эмоциональное выгорание от астении отличается тем Что касается непосредственно профессионального контекста То есть это неприменимо к домохозяйкам или тем, кто устал от отношений Учебы Места обитания Выгорание в новом каталоге классифицируется не совсем как болезнь А скорее как причина для обращения в медицинское учреждение Поэтому, по мнению Пятницкого, пока неизвестно Можно ли будет уйти на больничный из-за внутренней опустошенности МКБ-11 вступит в силу 1 января 2022 года До того времени медицинскому сообществу по всему миру надо выработать принципы лечения И когда появятся клинические рекомендации в Министерстве здравоохранения Станет ясно, какие будут применяться принципы Объяснил он Согласно данным обновленного каталога Выгоранию сопутствует несколько симптомов Это чувство внутренней эмоциональной опустошенности Ощущение ненужности или беспомощности в профессиональной сфере Обостренное чувство негативизма или цинизма по отношению к работе И снижение профессиональной эффективности Методика лечения зависит от степени выгорания Кому-то достаточно помощи психотерапевта Как правило, выгорание происходит из-за перфекционизма и гиперответственности Когда человек много на себя берет, разобраться в своих проблемах ему поможет психотерапия Если же нарушается сон, то подходят корректирующие практики Например, курс антидепрессантов Уточняет Пятницкий Перфекционисты в зоне риска В психотерапевтическом сообществе не сомневаются Признание выгорания в МКБ-11 важно Потому что это неизменно повысит количество обращений к специалистам Что, в свою очередь, поможет людям разобраться в проблеме, которую прежде они упорно игнорировали При этом стресс, связанный с работой, лишь усугубляется, если человек игнорирует симптомы По мнению психолога Ольги Патрушевой Во-первых, бездействие отражается на здоровье Апатия может перерасти в психосоматические либо депрессивные расстройства Во-вторых, выгорание ведет к резкому понижению эффективности труда Поэтому правильнее дать человеку больничный, чтобы он пришел в себя Иначе он будет плохо работать и тянуть компанию на дно Уверена она Продолжение следует...